Уважаемая Анна Владимировна, уважаемый, позвольте обратиться к Сергею Васильевичу, уважаемые коллеги. У нас несколько доказов было представлено на этом масштабном и очень, на мой взгляд, представительном форуме. Я позволю себе обобщить некоторые наши выступления и соотнестись с теми данными, которые существуют на сегодняшний день в литературе. Поэтому несколько отличается от заявленной темы, но тем не менее, по сути, это все тоже и о том же. Ну, цифры, которые представлены, они известны. Я хотел обратить ваше внимание, что после небольших калькуляций расчетов становится ясным, что то самое количество пациентов, в частности, в Соединенных Штатах Америки, с метастазами рака различной локализации и гистологии головной мозг, оно в ближайшее время будет достигнуто где-то порядка полумиллиона, поскольку мы знаем, что на сегодняшний день выявляется порядка 45% из всех тех, что существуют метастазов. А метастазов у более чем миллиона пациентов с раком, различным раком в США. И при этом надо иметь в виду, что, естественно, благодаря успехам химиотерапии, благодаря общей увеличению длительности и продолжению жизни, говорят о увеличении, улучшении диагностики, это количество будет скоро настигать именно количество, сколько вообще существует. А еще раз говорю, порядка половины всех пациентов. То есть больше полумиллиона больных оно ожидается. При этом надо иметь в виду, что, конечно, наверное, к сожалению, до сих пор у нас нет в России, по крайней мере, общества, которое занималось бы со всех сторон этой серьезной проблемой. Каждый действует все-таки, несмотря на общие усилия, все равно как бы в одиночку. И некое общее усилие, которое могли бы координировать действия диагностов, онкологов, нейрохирургов, невропатологов, химиотерапевтов, наверное, предстоит предпринять. Собственно говоря, это вот наша одна из целей, задач на ближайшее время, создание такого нейроэнкологического общества. Нам кажется, что это было бы актуальным и, наверное, бы послужило бы в интересах наших пациентов. Ну, говоря об успехе диагностики, я не могу не отметить несколько моментов. Ну, во-первых, то, что ваши возможности все время увеличиваются, в частности, проведение так называемого диффузионного взвешенного изображения всего тела становится простым и рутинным, а она позволяет достаточно просто диагностировать первичное поражение, предположим, при больных с антистатическим обнаруженным, выявленным очагом в голове неизвестного генеза. При этом данное исследование, наверное, может, наступает в информативности позиторно-миссионной томографии, тем не менее, оно гораздо более доступно с точки зрения реализации и с точки зрения цены. Для пациентов, ну, и, конечно, стандартом является для больных наших пациентов это МРТ с контрастным усилением головного мозга, но надо иметь в виду, что, во-первых, конечно, оно тоже может проводиться по-разному. Просто МРТ, предположим, без контрастного усиления, без протоколов, оно включает в себя количество контраста, время ведения, оно может ничего не дать, а мы видим, насколько оно принципиально для нас, и мы не только диагностируем сам факт появления очагов, но их размеры, их количество и так далее, что является принципиальным. И, к сожалению, к моему гораздо еще интереснее ситуация, когда многие пациенты к нам приходят, предположим, из наших уважаемых коллег из зонкоцентра, из других крупных учреждений, и долгие годы наблюдающиеся пациенты с той или иной стандартом раком, к сожалению, у которых только уже на момент проявления клинических, а это уже, как правило, большие очаги в головном мозге, не было рекомендовано выполнение, на наш взгляд, рутинного проведения МРТ с контрастным усилением, что должно было быть у больного, чем больше он живет с той или иной раком, тем больше наблюдается, тем более при прогрессе заболевания общей, тем больше вероятность у него развития стаза рака в головной мозг. Говоря о современной технике, мы хотели бы отметить, что, во-первых, конечно, мы считаем, что стереотерапический подход в реализации лучевой терапии для патологии головного мозга является на сегодняшний день стандартом, и техника, имеющаяся еще в большей стране, увеличивается, улучшается, и мы сегодня говорим о том, что точность облучения, она значительно превышает даже возможные наши самые пределы, и уже сопоставимы с тем, что мы находим при МРТ. И мы сегодня говорим о том, что не о миллиметре, а мы говорим сегодня о дальних миллиметрах, что реализовано, и что мы можем фактически гарантировать при продолжении использования того же самого гаммоножа. При этом эта точность позволяет нам подводить высокие дозы к ограниченному объему и гораздо меньше нагрузкой на окружающие нормальные ткани, что приводит к совершенно другим эффектам. И, в частности, конечно, мы далеки еще от понимания радиобиологии, и, к сожалению, сегодня и радиохирургического лечения, и гипофрактонированного лечения. И мы только можем сегодня констатировать о том, что это не только влияние на ДНК, деляющихся клеток, но и масса других реакций, целый каскад которых, из-за массы, из которых еще просто и только уточнить. Но пока мы только можем констатировать, что мы встречаемся с достаточно большим количеством, несмотря на всю прецизионность, несмотря на всю локальность облучения послучивых изменений, послучивых некрозов. Мы их пока можем диагностировать, предложить свой алгоритм для их диагностики, для их лечения, в которых обращать на себя внимание, используя биоголонтизумаба как средство, которое позволяет преодолеть последствия лучевого некроза. Говоря о нашем материале, он составляет на расстоящее время порядка 4 тысяч пациентов. Это в целом только было включено за 10 лет нашего отделения. При этом чуть больше пациентов, это, естественно, доля почти треть, каждый третий, именно радиохирургический пациент, когда осуществляется лечение за эту фракцию, это больной с метростанцией с физическим поражением. Фактически каждое пятое, это больной в целом по отделению, где представлены больше и доброкачественные, и другие образования с раненым системой, и сосудистой информацией тоже. Наши данные, которые мы получили, они, наверное, не в чем-то принципиально отличаются от технологических данных, которые сейчас уже к этому моменту в мире. И мы сегодня можем говорить о том, что достаточно уверенно и аргументирован о том, что, да, радиохирургии и театрическое облучение эффективно при, вообще она эффективна при больших очагах, при множественных очагах, при резистентных, как бы ничего, терапевтических очагах, в принципе, любой локализации, в частности, локализации в стволе головного мозга. Это уже тоже не секрет, а некоторые наблюдения вообще не вызывают удивление, в частности, это больной, в которой мы тоже сами стоим, и если бы не было инфицировано на прямой жучей этапе с помощью того же ПЭТа, мы могли бы поверить, потому что это большой очаг меланомы в стволе головного мозга, который на протяжении нескольких лет фактически просто, он улучшался, и до сих пор он в хорошем нейрологическом статусе пребывает без явных вообще признаков очага меланомы, который был более шести лет назад, к настоящему времени. Очень важно просто количество очагов, и мы сегодня, опять же, можем достаточно спокойно использовать различные техники, можно обучать большое количество очагов. Сколько нужно реальных обучать, мы пока не знаем, этот вопрос тоже дискутируется в литературе, есть разные мнения, есть разные вопросы, есть разные подходы, мы знаем о работе японских авторов, которые не видят разницы между обучением двумя, четырьмя, пятью, шестью, двенадцатью и более очагами, считая, что только один очаг является предиктором приятного прогноза. При этом очень важно, конечно, влиять дозу, которая необходима для терапевтической дозы, которая является по общепринятому признаку, при небольшом объеме, что для минимальной токсичности, это доза 24 грей на крае наших очагов. Но, что появляется нового, это буквально работа, которая буквально на днях, когда кто из доклада нашел, что, посмотрите, как меняется положение, отношение. В настоящее время считается, что это уже вполне разумно, вполне нормально обучать даже больных в тяжелом состоянии. Посмотрите, из каких-то количеств очагов, тем не менее, из каких-то количеств пациентов было обучено большое количество, 60, 50 и 40 по Корновскому. Фактически тяжелые инвалидизирующие больные, инвалидные больные, тем не менее, считается возможным и целесообразным применением у этих пациентов ради хирургического лечения. Ранее у нас был подход такой, что мы вроде считали о том, что гистология не является несущественной для результатов ради хирургического лечения. И действительно, если мы посмотрим на данную литературу, то контроль опухолевого роста достигается почти в каждой серии из перечисленных нами. Но при этом и у нас, в принципе, похоже на эти результаты, кроме того, что все-таки существует некая разница между, предположим, метастазмом рака кишечника, почкой и другими очагами, в частности, легких, молочной железы и другими. И, в принципе, это действительно все-таки так, и мы в настоящее время, чем дальше, тем более с большей уверенностью и подховольцами, если угодно, пользуемся известной GPI-шкалой, которая сейчас очень легко, может быть, каждому из вас реализована, если мы выводим на сайт, буквально более-менее, тем не менее, прогноз для каждого пациента, он может быть получен, достаточно близкий к истинности, и мы уже, проверяя вот эту шкалу на наших пациентов, посмотрели, вы действительно показали о том, насколько отличается по данным разным, относящихся к разным градациям по этой шкале пациента продолжительность жизни между собой. Также существенно, принципиально, по нашим многофакторам анализу, проведённому сэконом Михаиловичом Бановым, посмотрел, что очень важно для всех тех, кто поддерживает радиохирургический подход, является то, что одним из ненависимых факторов при многофакторном анализе является количество радиохирургических лечений у данного пациента на продолжительность жизни. И при повторении радиохирургии мы почти достигаем значительных цифр и значительно увеличиваем количество продолжительности жизни у этих пациентов. Другим важным фактором является объём, который влияет также на, по всей видимости, на суммарный объём опухоли или очага на эффект лечения. И здесь, конечно, понятно, что при большом очаге, при нарастающем эрологической симптоматике наверно, колесообразное его удаление. Вопрос о том, с чем это удаление сочетать, с возможностью ли вообще проведения операции, с облучением всего мозга или с локальным облучением, здесь вопросов очень много остаётся. Но, что известно, понятно, что если остаётся какая-то часть очага после удаления, то, наверное, её надо облучать. Сегодня мы знаем о том, что даже если не остаётся, если не видим явных рецидивов, к сожалению, это приходится даже доносить до наших ближайших коллег, нейрохирургов, даже при отсутствии явных данных за остатки, всё равно уже обучают место операции. Это также несомненно. Вопрос, опять же, как облучать? Это вопрос до сих пор является подходом к лечению и облучению всего головного мозга. Но это, опять же, к сожалению, не способствует дальнейшему безрецидивному периоду локальному. К сожалению, они всё равно наступают при данном подходе. И вот интересные цифры, которые получили, вот Элина Ремен-Веттл здесь присутствовала, мы просчитали количество локальных рецидивов и общей выживаемости в группе, в которых просто были прооперированы и были прооперированы с локальным облучением. Посмотрите, какая разница. Если мы говорим про общую выживаемость, и вот сейчас эти группы только хирургии или группа хирургии плюс облучение всего, плюс локальное облучение, или, предположим, 12-месячная выживаемость в два раза отличается фактически при использовании локального облучения. То же самое касается и локальных рецидивов. Почти в два раза цифры выше, чем при использовании только хирургии без последующего облучения. Другое дело, еще один очень важный момент, который хотелось обратить ваше внимание, что сама по всей хирургии это тоже некий фактор риска, и в частности показано, что при участии больных риск лептоменингиального распространения после хирургии, это достаточно очевидно, после проведения операции он фактически в три раза выше, чем после чисто радиохирургического лечения. То есть сама операция является естественным фактором риска для развития лептоменингиального распространения у этих пациентов. Соответственно, надо использовать новых опций. Такими опциями могут быть, в частности, облучение опухоли перед операцией, на что мы возлагаем некие надежды. Понятно, что данная ситуация может быть только в чрезчетком взаимодействии с хирургами. И в частности, у нас есть такая работа совместная, мы облучаем даже большие очаги. Мы сегодня уже можем себе это позволить, не боимся последствий, во-первых, потому что, конечно, больных находится под контролем. Во-вторых, ему предстоит операция в ближайшем времени, но даже большие очаги такого-то большого объема, в частности, очаг меланомы, он, естественно, с договоренностью хирургом, что на следующий день, предположим, он будет оперирован. Но, тем не менее, больные переносят облучение и хирургом переносят. Настолько результаты, даже с точки зрения уменьшения лецидивов, в последующем, мы, конечно, надо еще считать и наблюдать, и смотреть за этими пациентами. Другой подход, который, опять же, о чем уже доказывалось на этом конгрессе, это использование гипофракционирования. Есть разные подходы к использованию гипофракционирования, когда высокими дозами мы облучаем пациента с большими очагами без приоритетного удаления. И здесь, вот у нас была работа, она до сих пор проводится, она серьезная работа, она проводит уже три года, и надеюсь, что скоро время будет завершена, и мы порандомизируем на три группы, где разные схемы гипофракционированные были использованы, указанные здесь. Пока мы не имеем существенных результатов, и мы имеем разницу статистически достоверных разницей между результатами в этих группах лечений, но известно, что, во-первых, эта схема работает, она может быть, заслуживает права на жизнь, во-первых, во-вторых, некие вещи уже как бы известны. Ну, во-первых, достаточно высокая, на мой взгляд, для больших очагов, для больших объемов продолжительности общего жизни порядка 41%, и при этом, нашли пока фактор, такой волшебный объем в виде семи кубиков, при этом интересно, что количество локальных рецидивов увеличивается после этого цифры, выше этой цифры, что количество тоже самое после лучевых микророзов изменений также после увеличения цифр также становится выше, чем стране без нее. Это уже статистически достоверные результаты. При этом, конечно, так, опять же, объем опухоли является главным комплектом эффективностью лечения и достижения локального контроля. Еще один подход, который также может быть использован, это стажирование радиохирургии. Это некое сочетание, фактически, это мы стажируем по дозе наших больных, когда мы облучаем, в частности, с использованием или кибернажа, в основном, это на гамма-наже, когда большой объем опухоли, и мы вынуждены проводить облучение, потому что больной уже находится в раме. Мы видим, что обниму опухоли, он не только за это время, пока мы готовили к лечению, он выше, чем предполагаемый, и мы не идем на дополнительные риски, мы получаем этот объем, проводим через месяц контроль и проводим повторное облучение, и чаще всего мы достигаем уменьшения дозы, уменьшения объема за это время, и затем спокойно, уже безопасно для пациента облучаем еще такой же дозой, и фактически, суммарно происходим эффект, который мы имеем. Опять же, результаты мы получили, хорошо видно, насколько уменьшается объем, даже при небольшой дозе, относительно, там, 12 грей или 15 грей, зависит от объема, и затем уже лечим эффективно дозой уменьшившейся опухоль после предварительного лечения. Таким образом, конечно, логоритм, который при больших очагах он должен включать в себя, и понимание о том, что мы облучаем, какую гистологическую структуру, и статус состояния пациента, и какие резервы еще онкологической системной терапии у нас есть, и количество очагов, и, конечно, общий объем. Таким образом, мы выбираем оптимальную дозу. В настоящее время наш принципиально тот подход, который мы используем, он разделяется, конечно, больным с хорошим прогнозом и с плохим прогнозом. Если больных с высокой проживательностью жизни ожидаемой в крайней мере высших месяцев место лучевой терапии, стереотоксическое медиа и радиохирургии, оно фактически в каждой опции имеет место. Другое дело, что нужно еще понять и отнести в сочетании с облучением всего головного мозга, то у больных, конечно, с плохим прогнозом место для радиохирургии ниже и не столь значимо по всей видимости. Но в любом случае, вот тот самый, то самое, мы говорим все время о некой парадигме, изменении парадигмы, оно сводится к тому, что в настоящее время все-таки предпочтение, акцент делается на мониторинг пациента. И не то, что мы проводим сегодня лечение, раз как всегда, мы проводим постоянный мониторинг и дальнейшие при необходимости повторяем радиохирургии. По всей видимости, это мы достигаем лучшей продолжительности и параметры качества жизни и продолжительности жизни, чем при выведении и облучении всего головного мозга. Этот же подход и он находит отражение у других авторов, и в частности последние недавние результаты тоже показали похожий подход и в других клиниках. Много вопросов еще остается, в частности, опять же, отношение с объемом с облучением всего головного мозга. Насколько оно влияет? И вот, опять же, та недавняя работа, которая была также буквально в апреле опубликована, показала, что, опять же, дополнительность облучения всего головного мозга не улучшает продолжительность жизни, более того, продолжительность жизни при добавлении и облучении всего головного мозга на три месяца меньше, чем при локальном облучении. И при этом, естественно, вырастает количество психических изменений у этих пациентов. все это приводит к тому что у нас на становится стандарта стандарта не меняется стандартов становится все больше мы тоже приняли участие разработчики санар конечно много про некий порос на своих стандартов и мы благодарны шим коллегам которые могли в этом в создании этих этих предварительных стандартов это все такой живой конечно предстоит дальше растите предстоит его обменять и мы взаимодействуем здесь и с онкологическим центром из институтом герцена но при этом конечно еще много про стоит сделать это поиск лучших факторов прогноза это поиск оптимальной лечебной стратегии зависит от прогноза на клинических событий и поэтому мы уже предлагаем перейти от ретроспективного анализа к проспективного анализу и вот несколько таких работ у нас в ряду стоит сравнить результат в лечении хирургического лечения с сочетание хирургии с облучением всего главного мозга с локальным облучением и также при множественных очагах это опять же хирургическое лечение сочетание со сравнение с радио включением и обучение всего главного мозга при этом есть еще параллель задача которым тоже хотелось бы решить это в частности точнее роли ленка маркеров как именно за кого мы можем их использовать при скрининге при именно динамике при мониторинге процесса и многие другие в частности одни на самых таких актуальных вопросов на нас для это используют аргент терапии сочетание с радио хирургии мы знаем насколько этот метод эффективен мы знаем что уже несколько лет назад было известно роли таргент терапии при лечении метастазов рака легкого сочетание с радио хирургии вот опять же последние кита результаты получили еще больше показали продемонстрировали насколько важно использование таргет терапии при выбирах мутации больных с меланомой настолько увеличить жизнь это все то что предстоит нам решать и для этого нужны многие механизмы частности хотелось бы конечно создать свою собственную базу который бы учитывал все эти детали которая могла бы заполняться нами и нашими коллегами и вот только взаимодействие с ближайшими коллегами и те кто занимается именно этими задачами можно улучшить результаты печенье в этой понарочисленной группе больных спасибо спасибо большое вопросы пожалуйста 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 артем рыбанович спасибо большое за интересный доклад у меня два вопроса первое профессор кита с утра сегодня из испании говорил озвучил свою позицию что он мало ориентируется на количество метастатического поражения ориентируется на общий объем суммарный объем этих метастазов называл цифру 25 миллилитров как вы относитесь вот к такому параметру и второй вопрос готовы ли вы на сегодняшний день отказаться у каких-либо больных от холлбрейна облучения в пользу стереотаксиса локального спасибо за вопрос я к сожалению не было на вот в докладе но по всей видимости это вы понимаете вот мы как раз и говорим о том что этот объемы которые являются критическими да здесь я во первых не думаю что вот именно ну как существует вот объем сам по себе как независимый предикт до общего лечения потому что опять же относить и что мы облучаем и состояние пациента и так далее потому что это очевидно общение при определенной категории можем можно это забрать как один из возможных вариантов ну вот это вот и планируем перспективные следы чтобы понять какой объем является оптиму оптимально вот он тем самым предиктом когда можно и опять сидишь очень важный вопрос суммарный объем да потому что грубо видели мы получаем по час обучаем гигантские объемы с хорошим взглядом и при этом пациента живут это положено тракт молоческой железы да и другие заводил то есть много факторов я не думаю что ему готовы на сегодня ответить прям что этот объем можно дальше нельзя а что касается отказаться обучения уголовного собственно говорить и мы занимаемся что мы постоянно отказываемся это не факт что это хорошо да это мы это еще вопросы опять же уточнить и доказать но пока он наша позиция такова что моему большому сожалению кейшу в чем еще проблем с жене еще проблема конечно не только медицинская но и парами циск и насколько пациент может да позволить себе постоянное наблюдение постоянное лечение к сожалению я вынужден об этом говорить на это так она есть если уничтожение управлю не решены и страх наши страховые не прикрывает всех возраст но с точки зрения качества жизни и количество жизни я считаю что не считая там ситуация когда идет там не знают диссиминация когда лептимингиальная или когда-то никогда идет речь о огромных очагах или когда речь о тяжелой лишь области новой конечно ну как лично мраке легкого конечно об этом мы не говорим но когда мы видим очаги как приличного объема и состояние пациента позволяющего как бы курировать его нам наше предпочтение дается наблюдению и мониторингов за пациентом и применение повторения радиохирургии у нас пыли пациентам 3 4 5 раз 6 раз или радиохирургии или облучение предположим гипфакционирования но в конце концов опять же и они рано или поздно доживают до ради до общего облучения и на наш взгляд как раз в том-то все и дело что мы не отрицаем общего облучения всего мозга но время его скорее всего надо как бы значение временно надо изменить и тогда еще скажите пожалуйста влияет ли на выбор режима фракционирования я имею ввиду в сторону гипофракционирования наличие у больного метастазы в других органах и ткани или наоборот это повод к тому что выбрать короткие интенсивные курсы вы знаете в принципе тут надо понимать конечно вообще вот все назначения вот нашего такого локального лечить не на самом деле как мы считаем изначально вообще позиции но и собственно опять же мир она должно прежде всего опираться на понимание на сильно хоть на прогноз для пациента у пациента да есть у нас есть в принципе хоть какие-то еще возможные нереализованные до резервы системного лечения то тогда принципе это не влияет то есть мы знаем что мы можем что-то еще причинить понятно что лечить просто предположим там тем или иным словом ради хирургии не имеет значения но только вот очаги множественного мозга да при не закрывая глаз на генерализацию процесса не знаешь больше ничего не но это бессмысленно поэтому в принципе на саму роль выбора лечения не влияет да но влияет у конечно возможности еще на аналии вас наличие тех или иных резервов для системной терапии если они есть или они резон тогда мы все меняем если нет